Стоимость 15 миллионов 300 тысяч или же 7650 Блэк Коинов. Разгон до сотни 3,5, а максимальная скорость 305 км в час. Объем багажника 616 литров, как и в реале. Внешний вид у него супер модный молодежный. Выглядит потрясающе. Жопа мне его чем-то напоминает новый Porsche Cayenne. Кто согласен, ставьте лайк. А мордочка просто космос. Красивые карбоновые накладки и вот эти вот жабры. Безрамочные двери и кошерная вот эта панорама. Ну внешка прям на высоте. Урус обладает 4 литровым двигателем на 650 сил. Именно поэтому у нее такая дырявая морда, чтобы охлаждались радиаторы. Стоит 8-ступенчатая коробка автомата и конечно же есть полный привод. А выпускаются они с 2018 года. Заправляется этот зверь 95 бензом. Меняют цвет кузова на белый, как по мне он больше подходит. Тонируясь в круг и ставлю страбы. Ценники на тюм видите сами, не из дешевых. Слово дешево и слово урус просто несовместимы. Ставлю полный пакет спорт плюс, который обходится в 3925 доната. Прошивка комфорт обошлась бы вам в 3.1 кк. Прошивка спорт в 5.4. Ну и если есть кто-то сумасшедший, который ставит дрифт на урус, то он вам обойдется в 3.9 кк. В лаунч стоит поставить почти 8к доната. Ну и покупаю нитро 10х. Этот автомобиль очень ликвидный, продаются они как горячие пирожки на вокзале. Так как он обладает огромным количеством плюсов. Прекрасное управление 1, отличный разгон 2, тормоза, что немаловажно, тоже на уровне 3. Ну и конечно же огромный плюс это то, что на нем можно епппшить, то есть ездить по полям и вам за это ничего не будет. На рублевке мне даже удалось на нем хорошенько подрифтить, хотя он для этого и не предназначен. Недавно я узнал, что на блэкраше есть прибор для измерения скорости под названием драги. Подписка на него стоит 50 тысяч рублей в месяц. Включаю тест и погнали. В стоке Урус без нитро до сотки разгоняется за 2,91 секунду. До 200 набирает за 9,52. В стоке с нитро набирает сотку за 1,48. До 200 уже за 4,40. До 300 за 10,56. Ну а максималку максимум выжимал 303. С прошивкой спорт плюс Урус без нитро едет до сотни за 1,95. До 200 за 5,41. А 300 за 13,11. Со спорт плюс и с нитро Ламбо набирает за сотку 1,21. 200 за 2,69. А 300 за 6,15. Ну а максимальная скорость у него стала уже 374 километра в час. Исходя из этого теста мы с вами можем сделать вывод, что прошивку спорт плюс смысл ставить есть, так как разница в два раза. Решаю отправиться на драг трек в Нижегородске. Здесь он ощущает себя неплохо, как для внедорожника. Повороты заходит более-менее нормально. Опять же, из-за ее мощары очень тяжело не тормозить или не дергать ручник. Короче, если поджимать ручничок и приловчиться, то все будет окей. Так как оффроуд это его стихия, не будем медлить и отправимся туда. Урус довольно устойчивый и перевернуть его крайне прям сложно. Вот смотрите, сколько бы я раз не пытался это сделать, у меня не выходило его перевернуть. Замечу, что полный привод здесь работает прям на ура. Заехал в овраг и без какого-либо труда он выбирается. Также кузов высокий, а это означает, что на пузе вы сидеть не будете. Ямки на трассах, деревушках вообще не ощущаются. Никакая колея для него не помеха, подвеска работает отлично. Этот зверь выбирается отовсюду, ребят. А за что я его люблю, это за то, что на нем можно лететь прям в смысле слова где угодно. Посмотрите просто, что он творит и как его не купить, блин, после такого. По салону здесь все чихи-пуки, есть два монитора и цифровая приборка. Вот бы разрабы во всех тачках проработали сидение с текстурой, было бы просто топчик, но из-за этого видимо будут лаги. Сзади места предостаточно, чтобы удовлетворить свою даму сердца. В общем, цена в 15 лямов более чем оправдана. Это универсальная машина. Хотите погоняться? Пожалуйста. Хотите попонтоваться внешкой перед друзьями? Пожалуйста. Хотите летать по полям, по полям и ездить как вездеход? Пожалуйста. Единственное, что он не умеет, так это плавать. Да и то, мне кажется, ему и это проблему не составит. Всем советую к покупке.